однажды ко мне пришли четыре студентки московского государственного университета все четверо были наркоманки причем героиновые это не просто покуривали травку последний пятый курс мгу они конечно были в очень печальном состоянии понимали это и приехали с тем чтобы посоветоваться что делать потому что никакие лекарства никакие врачи им помочь не смогли и они уже понимали что надо что-то делать они мне рассказали что у них была такая дружеская компания семи человек три мальчика и 4 девочки они дружили и вот все эти семеро попали на героиновую зависимость на иглу как говорится все эти дети из богатых достаточно семей это не какие-то там маргинальные люди и когда они поняли что они сели на иглу как одна девочка мне говорила я билась головой об стену рыдала царапала себе лицо и понимала что я уже не смогу ничего сделать сначала скрывала от родителей потом они стали замечать что деньги пропадают хотя люди очень обеспечены и особо никогда не прятали но заметили потом стали заметить замечать странности в поведении дочери и в конце концов все раскрылось и когда родители интеллигентные люди профессора узнали правду они были в отчаянии но будучи людьми обеспеченными они решили бороться платили любые деньги врачам лишь бы исцелить свою дочечку я на одной рассказываю на одном примере потому что с другими было примерно то же самое возили ее за границу лечили здесь в россии а толку никакого и вот кто-то сказал надо посоветоваться со священником как они вышли на меня я не знаю но тем не менее так получилось вот они вчетвером 4 девчонки приехали ко мне я им сказал девочки вас не вылечит никто насколько мне известно все те ремиссии которые бывают на какой-то период более или менее длительный они когда-то заканчиваются и человек вновь возвращается к старому я не знаю случаев чтобы человек с помощью медикаментов полностью исцелился у вас есть один шанс если вы придете искренне богу если вы начнете жить христианской жизнью и регулярно исповедоваться и причащаться тогда есть надежда что господь сможет вас избавить от этой зависимости потому что это не физиологическая зависимость в человеческом организме нет такого инстинкта как например инстинкт размножения на котором паразитируют бесы и значит просто его увеличивают и человек впадает в блуд или например бесы чревоугодия могут заставлять человека есть бесконечно то что называется психиатрия булимия и он ничего с собой поделать не может ему постоянно кажется что он голоден хотя он съел более чем положено физиологически это не оправданно абсолютно то есть это зависимость чисто демоногенного характера то есть она не физиологично она происходит только от воздействия демонов на организм человека исцелить здесь может только господь бог у вас один шанс начать жить по христиански исповедоваться причащаться читать духовные книги и молиться побеседовал но я сейчас кратко говорю конечно это была длительная беседа на разные темы многое я им просто рассказал тоже они ничего не знали о христианстве то есть практически катехизировал их течение нескольких часов и отпустил не сказал а теперь приезжайте воскресенье в следующий подготовьтесь рассказал как что делать приехала одна девочка остальные где подруги ну вот они не захотели вот эта девочка приехала исповедовалась подробно я дал книжечку тогда первый раз исповедовалась и причастилась и стала приезжать каждое воскресенье вот на следующем воскресенье после первого причастия я шел к храму и метров за сто увидел что подъехала машина вышел ее отец ее брат и она была посередине они ее вели а я тоже шел по дорожке храму девочка шла закрыв лицо наполовину платочком а из под платочкой струй струей лилась слюна как у собаки которая почуяла кусочек мяса и вот у нее слюна течет до пола я подошел к девочке и значит спросила что случилось она отняла руку с платочком я увидел страшную картину изо рта ниже подбородка висел язык и по этому языку струей текла слюна таком количестве что трудно даже себе представить непрерывно я спросила родителя отец с братом когда это случилось а вот говорит как мы вышли из машины подошли к ограде церкви у нее выпал язык и она говорить не может потому что язык мешает говорить но какие звуки она произносит она идет на исповедь ко мне а язык у нее вот так вот висит ниже подбородка ну думаю начну читать молитвы к исповеди может быть как-то господь помилует привели ее в церковь она закрылась уже стыдно народ смотрит я ее поставил поближе к аналую прочитал молитвы перед исповедью и язык у нее и обратно ушел в рот она стала говорить чисто исповедовалась причастилась через три года я узнал что все члены этой компании их было повторяю 7 она была седьмой так вот шесть уже похоронены кто-то от передозировки а кто-то от гепатита шесть человек легли в могилу молодые люди только что закончившие мгу осталась живой одна эта девочка которая перестала быть наркоманкой вот вам реальная история из моей практики как исцеляются люди с помощью благодати святого духа в том случае если они приходят к богу и искренно просят его помощи она исцелилась а другие погибли молитвами святых отец наше господи иисусе христе божий наш помилуй нас а